Химия в наркозе басындык береген, бақтарның бірі бол бек тельгеле, салада айтарлықтай өзгерестер бар. Елебасының индустриалы бадарламасын арқасында, ондарис көлеме екесе арты. Товар, экспорты алпыз жеті поезгі көбейді. Инвестиция көлеме ек жарым есе, ал он имделік үш бұтын оннан жеті есеге арты. Уважаемый Селик Неметч, уважаемые коллеги, Как известно, химическая промышленность – одна из базовых основ, необходимых для успешной индустриализации экономики. Это поставщик материалов для строительных материалов, электронной промышленности, машиностроения и других отраслей экономики. И отраслевая программа по химической промышленности в рамках ГПФИР является одним из самых успешных примеров, когда целенаправленно государственная политика трансформирует отрасль. До ГПФИР план действий по развитию химической промышленности был больше тактическим, концентрировался на решении тактических вопросов текущей деятельности существовавших предприятий. Вместе с тем, мы понимали огромный потенциал отрасли, и очень важно было выработать стратегическое видение долгосрочное для его развития. Это требовало глубокого понимания глобальных трендов, имеющихся возможности, и потенциала по глубокой переработке нашего сырья, как поручил глава государства. Два основных мегатренда, влияющих на мировую химическую отрасль, согласно исследованиям Макинзи, это рост мирового населения и доступ к дешевому сырью. Производство удобрения агрохимии и потребительской химии имеет устойчивый рост. Например, сейчас компания Дюпон из США в основном получает прибыль от реализации продуктов агрохимии и специальных новых материалов. Глобальные химические компании стали открывать новые предприятия на территории развивающих рынков ближе к потребителям. Доступ к дешевому сырью формирует второй тренд. Например, компания БАСП инвестировала более 5,5 млрд долларов в американские предприятия в связи с появлением дешевого сланцевого газа. Для выработки этого стратегического видения были привлечены эксперты с глобальной компетенцией. В 2009 году правительство выделило финансирование, и министерство привлекло компанию «Нексент», признанной экспертом в отрасли для разработки мастер-плана, который стал основой отраслевой программы. Разработка мастер-плана учитывала глобальные тенденции и способствовала формулированию страновых приоритетов. Был сделан анализ 300 продуктов и выбраны список 55 перспективных. В результате на первой стадии для реализации выбрано 36 приоритетных продуктов. Они находятся на слайде, которые можно сделать на основе глубокой переработки казахстанских нефти, газа и минералов. Сформировано четкое понимание по основным группам продуктов. Первое – это нефть и газа и химия, второе – это неорганические продукты, третье – химия для сельского хозяйства. Как известно, на основе мастер-плана была разработана отраслевая программа по развитию химии, так же как ГПФИР на 5 лет. И есть программа по нефтегазовому сектору переработки, которую курирует Министерство нефти и газа. И эти две программы отражают все эти приоритеты, определенные мастер-планом. В программе содержится несколько ключевых моментов. Первое – это модернизация действующих предприятий, которые существовали на момент. Второе – создание новых производств по этим 36 приоритетным продуктам и привлечение квалифицированных инвесторов для их реализации. И третье – это создание нового институционального каркаса для успешной реализации программы. По первому вопросу – модернизация. Основное направление было задано – это повышение производительности труда, ресурсы эффективности, диверсификация и увеличение объемов продукции. В процессе модернизации были увеличены в основном три крупных предприятия – это Казфосфат, Казазозот и Каустик. Казфосфат после модернизации в 2020 году по программе производительность труда вырастет более чем в 4 раза. Энергоемкость снизится на 30%. При росте производительности количество персонала увеличится на 270 сотрудников до 6150, в связи с тем, что будет выпускаться большой спектр продукции с высокодобавленной стоимостью. Уже освоен выпуск гексометафосфата натрия и подробно по результатам модернизации расскажет его руководитель. Казазозот – производительность труда за эти три года выросла в полтора раза, объем выпуска вырос на 50%. Каустик – восстановлен выпуск каустических соды, хлоров и продуктов из него на базе современной мембранной технологии. Помимо крупных предприятий, модернизация коснулась средних компаний. Так, компания Eurasian Industrial Chemical Group, единственный в Средней Азии производитель широкого спектра резино-технических изделий, свыше 50% продукции экспортирует в страны ближнего и дальнего зарубежья. Это Россия, Беларусь, Узбекистан, Монголия, Азербайджан, Грузия и другие. Ежегодный темп роста составил более 17%. Участник программы производительность 2020 компания «Нефтехим» Павлодарская область, производитель метил-трет-бутилового полипропилена за счет оптимизации производства, снизила себестоимость продукции, что позволило начать поставки в пять стран мира – Китая, Финляндия, Турция, Россия и Украина. Второе направление – создание новых конкурентоспособных производств. Здесь самые главные задачи были, подзадачи были две – это привлечь квалифицированных инвесторов и обеспечить умный трансфер передовых технологий с привлечением лучших лицензиаров. Важно отметить, что помимо того, что эти продукты с высоко добавленной стоимостью, здесь имеют очень серьезный значительный социальный эффект, это рабочие места, и экономический вклад в экономику. Первая подгруппа – нефтегазохимия. Здесь курируют Министерство нефтегаза, здесь очень много важных проектов для развития в целом химии. В частности, Казмогаз реализует проект по производству ароматических углеводородов в Патерау. Второе. При участии Самрук Казна и дочерней компании УХК реализуется проект газохимический комплекс, это производство полипропилена, который будет завершен в 2015 году. Здесь ежегодный объем производства составит 90 миллиардов тенге. Количество рабочих мест – 2200, из них 1800 на период строительства. Производство полиэтилена – 800 тысяч тонн. В 2016 году завершится строительство завода. Здесь инвестор LG Chemical – один из мировых лидеров. Ежегодный объем производства будет 195 миллиардов тенге. Количество рабочих мест будет 3400. Развитие малых и средних предприятий вокруг этих двух ключевых проектов позволит создать устойчивый классер по полимерам и продукции из них. Важная перспектива направления – это производство синтетических каучуков. Это база для шина, резино-технической промышленности и других секторов. В настоящее время Министерство инвесторов новых технологий ведет переговоры по группе этих проектов. И один из первых проектов – это производство бутадиена – основы каучуков. В качестве партнеров привлечены компания «Марубени Япония» и группа инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов. Инвестиции составят 120 миллиардов тенге. Второе – химия для сельского хозяйства. Здесь первая подгруппа – это удобрения. Крупный проект, реализуемый российской компанией «Еврахим», позволит в разы увеличить объем продукции и расширить продуктовую линейку. В 2014 году будет запущен горнобогатительный комбинат «Жанатаси» мощный 600 тысяч тонн фосмуки. В 2016 году комплекс по химпереработке сырья в «Жанатаси». 18-й комплекс по производству минеральных удобрений в городе Каратал мощность выше миллиона тонн в год. Выполняя поручения главы государства, министерство совместно с Акиматом провело всю необходимую работу и подписано соответствующее соглашение и утвержден план мероприятий. Общий объем на ЭФСИ составит 350 миллиардов тенге, позволит создать 5000 рабочих мест в этих двух малых городах. Косфосфат увеличит производство аммофоса в 2013 году. Таким образом, идет формирование классера по сложным минеральным удобрениям в Жамбылской области. В процессе развития нескольких проектов на базе месторождения Ужбаз-Герес и Челесайского месторождения фосфоритов в Южно-Казахстанской и Актюбинской области. Хотел бы отметить, что министерство ведет переговоры с группой международных инвесторов по строительству производства калийных удобрений на основе месторождения в Актюбинской области. Объем инвестиций составит порядка 150 миллиардов тенге. Агрохимия. Помимо удобрений, реализуется несколько проектов в области агрохимии. Объединенная химическая компания реализует проект по производству глифосата. Это очень важный проект, и он будет запущен в 2015 году. Здесь также важно, чтобы будет создано порядка 1000 рабочих мест. 450 в период строительства и 370 постоянных рабочих мест. Четвертая группа – неорганические продукты. В 2011 году запущено хлорчилочное производство в Паладарь на базе Каусик. Мощность 30 тысяч тонн каусической соды. Порядка 9,5 тысяч тонн хлора, 15,5 тысяч тонн соляной кислоты и 9 тысяч тонн гиплохлорида. Запущен ряд серно-кислотных заводов. И планируется в этом году запустить еще два в Сепногорске и в Жамбылской области. Мощностью 780 тысяч тонн. Также химическая компания реализует проект производства цианидонатрия и синейной кислоты. На базе лицензии компании «Дюпон» здесь будет создано также 300 рабочих мест. По проекту кальцинированной соды идет работа с инвесторами. Разработано ТЭО. Пока переговоры продолжаются. В карту индустриализации включен новый проект в области углехимии. Это первый проект по выпуску полукокса и синтетического жидкого топлива. Общий объем инвестиций составит порядка 60 миллиардов тенге с созданием 1700 рабочих мест. Хотел обратить особое внимание, что все данные проекты реализуются в основном за счет частных инвестиций, иностранных и казахстанских. Государство участвует в ряде крупных системообразующих проектов через национальные компании, там, где нет частного сектора. Основная роль государства – это инфраструктура. И третья важная часть программы – это создание нового институционального каркаса для отрасли. Как вы заметили, значительное количество проектов реализуется с участием компании ОХК при саморукозане, созданной по поручению главы государства в 2009 году для реализации данной отраслевой программы. И сейчас стало одним из ключевых игроков, и позволило этот факт, позволило системно подойти к работе с крупными проектами именно в тех сегментах, где у нас не работают крупные частные компании. Второе направление в рамках институционального каркаса – это специальные экономические зоны. Для развития производственной инфраструктуры созданы три СЭС. Это от РАУ, Жамбылской области и Павлодара. В настоящее время по новому закону о СЭС идет выбор управляющих компаний, и для управления СЭС ТАРАС и АТРАУСКОЙ СЭС привлекает сингапурская компания «Джуронг», которая реализовала подобные проекты в 47 странах. Третья часть из каркаса – реализация такого количества новых проектов требует повышения компетенции в области проектирования инжиниринга. Поэтому принято решение создать инжиниринговую компанию «УХК Инжиниринг» совместно с компаниями «Текнемонт», которые позволят оказывать комплексный промышленный сервис от проектирования до сопровождения. Это очень важная часть отраслевой программы и одна из отраслей примеров, когда мы видим хорошее правильное начало работы. Далее. Устойчивое развитие национальной химической промышленности требуется научным сопровождением. В период 2010-2011 года при поддержке Корейского института технологий проведен форсайт, как вы помните, и выбраны ряд критических технологий, которые мы должны освоить для конкурентоспособности нашей промышленности. Первые две целевые технологические программы, которые выбраны, это производство катализаторов. Прорабатывается 15 технологий по получению катализаторов. И второе – это получение из полимеров и эластомеров продукции со специальными свойствами. Здесь 14 перспективных технологий. В рамках данных двух целевых технологических программ планируется создание двух научно-исследовательских институтов нового поколения совместно с частным сектором и компанией LG Chem. В Национальном агентстве по технологическому развитию премьер-индустрии за 9 лет поддержано 64 инновационных проектов в химии. Из них 55 за последние 4 года рамках ПФИР. Из них 33 проекта в области по инновационным грантам и остальные по опытно-конструкциям и разработкам казахстанских ученых. По всем направлениям программы указано мной и другим модернизации действующих предприятий, создание новых производств, привлечение инвесторов, повышение компетенции, науки. В первые пятилетки проведена большая работа. Мировой опыт по запуску новых продуктов в производстве показывает, что необходимо 7-8 лет для структурирования строительства и вывода проекта на устойчивую работу. Поэтому, конечно, все крупные проекты, которых я объявил, результаты будут запущены, как известно, в 2016-2018 годах. И результаты будут видны больше во второй пятилетке. Тем не менее, мы ожидаем, что Казахстан насвоит выпуск всех 36 приоритетных продуктов, которые определены мастер-планом. Выполнение программы нашло позитивное отражение статистики. С 2009 по 2012 год объем экспорта продукции химической промышленности высоких переделов в номинальном выражении увеличился на 67%. В 2012 году экспорт увеличился на 12% и составил 600 млрд. тенге. Валово-добавимая стоимость в отрасли выросла в три раза. В 2009 году было 45 млрд. тенге, в 2012 – 140 млрд. тенге. И производительность труда в химической промышленности, благодаря всем этим процессам, выросла в 3,7 раза и достигла 48 тысяч долларов. Уважаемый Сергей Кагмедович, как известно, по поручению главы государства для планирования второй пятилетки КПФИР создан управляющий комитет под вашим руководством, куда вошли члены правительства, руководители национальных холдингов и руководство Атамикен. Планирование будет вестись с применением классерного подхода, поэтому в рамках, если химии говорить, будут глубоко проработаны планы развития конкретных трёх классеров от Арау-Жамбылской области и Павлодаре, а также небольших производственных комплексов меньшего масштаба – это калийная в Актюминской области, азотная в Актаву и ряд химических в Сепногорской и Карагандинской области. Мы считаем, что государственная поддержка сфокусирована в отношении отрасли, должна концентрироваться только на поддержке этих классеров в основном. Концентрация инфраструктуры, финансовых институтов, науки и образования вокруг этих классеров решит главную задачу – формирование устойчивых связей между крупными проектами, которые в работе, и формирующимся поясом малого и среднего бизнеса вокруг этих крупных проектов. Для успешной реализации планов считаем, что нужно выработать решения и акцентировать внимание членов правительства на следующих вопросах. Первое – это доступ к сырья. Необходимо выработать комплекс решений для доступа к сырью для инвесторов, реализующих крупные проекты. Это включая и конкурс на месторождения, в первую очередь в области нефти и газа, и переговоры с действующими производителями. Сейчас Министерство нефти и газа очень активную работу ведет и очень успешно по обеспечению сырьем вышеуказанных проектов. Но необходимо продолжать эту правительственную политику. Второе – необходимо опережать развитие инфраструктуры, производственной, транспорта и научной. Потребности химической промышленности должны быть учены при планировании отраслевых программ. Например, при планировании энергетики министерством учитывались потребности этих трех кластеров, и мы проводим сейчас обсуждение с Министерством транспорта, который при планировании программы инфраструктуры должен также сконцентрировать инфраструктуру вокруг этих кластеров. Не в целом по-отрасли, а именно вокруг этих кластеров. Включая не только строительство дорог, но и потребности специально по движенному составе. Третий важный вопрос – это развитие науки. Отечественный научный потенциал сейчас не востребован полностью. Это связано с тем, что отечественные ученые не в полной мере владеют информацией о технологических потребностях отрасли. Формирующиеся кластеры создадут большой спрос на научные решения и инновации. Поэтому мы считаем, что будут объединены усилия ведущих казахстанских институтов и вузов Назарбаев университет, Казгу им. Аль-Фараби, КБТУ, Институт химических наук им. Бектурова, Институт органического катализа и другие. Для создания интеллектуальных ведра по обслуживанию исследовательских технологических запросов кластеров. И мы сейчас с Министерством образования и науки будем прорабатывать потребности отрасли при планировании научных исследований. Считаем, что потребуется возможная корректировка именно на нужды этих приоритетов. Следующее – развитие СЭС требует пристального внимания. Здесь необходимо принятие, считаем, двух решений. Первое – это создание соответственного закона сильных советов директоров, куда войдут на уровне вице-министров ведущие министерства. И на основе государственного частного партнерства с национальными и частными компаниями сформировать ядро управления. Предлагаем закрепить и персональную определенную ответственность всех мяч за руководством вот этих развитием кластеров на основе ГЧП. Предлагаем закрепить за председателем управления Самрук Казана химический парк Тарас, за руководителем Казэнерджи, учитывая нефтегазовый большой вопрос, в Атарал, Тимур Аскажин Кулебаев, национальный индустриальный СЭС в городе Атарал. По СЭС Павлодар необходимо также определиться с ответственным. И здесь необходимо полностью решение государством финансирование инфраструктуры СЭС своевременно, поскольку эти заводы уже строятся. В настоящее время есть дефицит квалифицированных кадров. По оценке 2020 года для реализации этих конкретных проектов потребуется не менее 15 тысяч сотрудников высокой квалификации. Из них 3 тысячи с высшим образованием, 2 тысячи со среднетехническим и остальные квалифицированные рабочие с профессиональным образованием. Поэтому мы с МОНом планируем пересмотреть и актуализировать учебные программы с учетом вводимых производств. Конечно, мы хотим здесь обсудить вопрос направления студентов для узкоспециализированного обучения в зарубежные вузы и на стажировку в зарубежные компании и на наше новое производство. Важную роль необходимо, мне кажется, учесть в курсе переподготовки и повышение квалификации преподавателей ведущих вузов. Сергей Гмельевич, здесь мы хотим еще один вопрос поднять, это мобильность рабочей силы. Поэтому просим рассмотреть в рамках программ «Доступное жилье» и «Занятость» вопрос строительства различных видов жилья вокруг этих кластеров для проживания рабочих. Это общежития и различные квартиры, жилые комплексы. И всех мы, в связи с тем, что в рамках КПФИРа это возможно, планируем определить квалифицированных иностранных рабочих специалистов, которые необходимы для реализации этих проектов, чтобы решить вопрос с их привлечением. Четвертая группа вопросов – это стимулированный спрос на местном рынке и продвижение экспорта. Необходимо перевести скрытый спрос на удобрения и агрохимии в реальные. Поэтому в Минсельхозе мы планируем разработать программу стимулирования потребления не только через субсидии, а главным образом через создание механизмов по оказанию услуг по подбору и внесению удобрения агрохимии для сельхозпроизводителей. И государству необходимо оказывать помощь в преодолении торговых и неторговых парьеров и развивать инфраструктуру экспорта. Пятое. Хотел подчеркнуть проблему кассодержания в смежных отраслях. Это горнометаллургия, нефть, газ, АПК. Поэтому мы планируем еще раз внимательно посмотреть на стимулы для смежных отраслей для приобретения казахстанской продукции. Аммиака, карбамида, хлора, каусических содок и других. Шестое. При интеграционных процессах в рамках ЕПКО с органом необходимо предусмотреть комплекс защитных мер для отечественной химической промышленности. Мы планируем еще раз посмотреть переговорную позицию по всем тем продуктам, которые будут созданы в Казахстане до 2020 года. Мы будем активно сотрудничать и уже начали с Атамикен, с Казэнерджи, с отраслевыми ассоциациями, с крупными предприятиями. В завершение. В целом, благодаря поддержке главы государства, правительства, химическая промышленность стала одним из драйверов дефицитации экономики. Уважаем всех мест, уважаемые коллеги, те вышеуказанные вопросы, которые я назвал, их решение позволит вывести химическую промышленность на новый этап развития. И, как напомню, создать к 2020 году 15 тысяч постоянных рабочих, 20 тысяч рабочих мест на период строительства и достигнуть объем производства более 1 триллиона в тенге. Благодарю за внимание.